Добрый вечер, с вами Познавай ТВ. Сегодня мы будем отрезать си элемент, приваренный сваркой вермата. Для того, чтобы нам нужно отрезать таким инструментом, как орбита. Сейчас я его принесу. Вот, это наш основной инструмент, мы им будем производить этот рез. Для того, чтобы отрезать этим инструментом, нам нужно разметиться и выставить бандаж. Орбиту откладываем в сторону. Так как у нас от сопла до колесной базы выставлен размер 150 мм, поэтому к размеру от торца до шва мы прибавляем 150 мм, чтобы у нас ровно по шву произошел рез. Три метки для более точной директировки. Три метки для более точной директировки. Старая метка и новая. Сие чудо называется бандаж, оно из высокопрочной стали. Гибкое и надежное устройство. Это называется краб крепления. Гибкое и надежное устройство. Выкрепляем и потом корректируем, если где-то что-то отошло от меток, у нас все по меткам, это старая, не путайтесь, здесь все по метке, все ровно. Теперь выставляем основной инструмент, называемая «Орбита». Производство чего? Данная модификация это «Орбита РМ», произведено и сделано в Армении, написано на бирке, что указано, 19-й год. Единственное, мы немножко модернизировали эту мотоциклетного образца цепь. Сейчас я вам продемонстрирую, в чем заключается модернизация. Дело в том, что с завода на цепи крепление, соединение двух концов цепи производится вот такой металлической заглушкой. Плюс у нее есть крепежная заглушка, которая фиксирует, чтобы не выпадала вот эта часть. И это очень геморройно в условиях Крайнего Севера. Как правило, ими работают в условиях Крайнего Севера. В таком случае умельцы из АО «МРТС» придумали вот такого типа застежку. Немножечко подпилили, теперь мы вдеваем и защелкиваем. И это намного проще, ничто не теряется, не падает руки. Рукам морозным несложно такие манипуляции произвести. Вот так закрепление происходит. И затягиваем. Натяжение цепи, смотрим, на данный момент слабо, чтобы прогибы были минимальные. Вот этого достаточно. Еще раз бандаж. Бандаж на месте. Ничего никуда не ушло. Все в порядке. Сопло у нас так и выставлено, как мы и планировали. Угол атаки. 150 мм. Угол атаки у нас здесь повышенный, потому что труба меньшего диаметра, чем обычно мы режем. Обычно МРТС занимается большими диаметрами свай. Это не свай, это трубокровод будет. Так, угол атаки. Зазоры выставляются на предмет того, чтобы мизинец не пролез. Надо, чтобы не пролазил мизинец. Но если у вас рейнстатистический мизинец. Если не сардельки, конечно. Вот. Это у нас уже все выставлено. Все это очень удачно. Вот еще предмет модернизации. Стандартно с завода стоит лишь вот эта только плашка. Вот это черное изделие. Она прикручена сюда. И тем самым шланги выходят вот прямо вот с этим креплением. И друг другу мешают. Для этого уголочек был придуман, примастерен сюда. И теперь это нам все с краешку стоит, не мешает. За счет этого шланги повыше. И мы можем немножко поспокойнее, посвободнее заниматься этим изделием. То есть этим инструментом. Так, дальше. Обязательный укор. Работа является средством индивидуальной защиты. Такие как очки, шасса и перчатки. В частности, чтобы руки не удалены. И естественная роба огнеопорная. Небольшой пропиткой. Перво-наперво закрывается пропад. Снимаем с полотенца горячее изделие, чтобы оно не испортило нам полотенце. Текстильный строп. Да. Так, давай лайк и подписывайтесь на канал еще. Дожди, сейчас разберем орбиту еще. А, ее еще снять надо. Разбирать ее тоже надо по уму. Иногда можно ее выставить так, чтобы шланги сами вернулись вместе с орбитой назад. То есть, обмотать сразу орбиту, провести по кругу. И шланги уже будут на вашей стороне. Вам не надо будет обходить это изделие. Потому что бывает, что реже мы длинные изделия. До 58 метров доходили. Ну, на моей практике пока изделие. Вот такая история. Ну все, лайк, колокольчик, подписка. Ау, МРТС, forever. Всем спасибо за просмотр. Друзья, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет очень много крутого видео. Всем спасибо. До свидания.